Мы продолжаем тему, которую анонсировали, тему, которая заинтересовала зрителей, мы это ощутили по отзывам. Итак, как бороться с женской агрессией? Что это за зверь такой в юбке бросается и как его остановить? Мы обсуждаем с практикующим психологом Галиной Кот. Здравствуйте. Для начала я хочу предложить посмотреть небольшое, послушать небольшое обращение, которое прислали к нам. Увага на экран. Паня Галина, ну вот с таким хвилюючим зверненням до нас звернулася ось глядачка. И насправеді, така поведінка агрессивна жінки. Это вообще нормально, чи это, возможно, какие-то психические розлады уже? Вот вы, как фаховец, как это можете прокомментировать? Ну, я думаю, что проявление агрессии свойственно любому человеку, потому что это, естественно, реакция на окружающую действительность, на наше взаимодействие с миром. Но тот случай, что женщина сама обратилась и просит помощи, уже говорит о том, что это не психопатология, что она всё-таки контролирует. Но в момент вспышки, как она говорит, я потом узнаю, что у мужа, извините, фингал под глазом, то это вот психологи вообще говорят, что кратковременная потеря контроля – это маленькое безумие. Но если говорить о том, что на самом деле нужно решать конкретно с данной парой, потому что причин может быть масса. То есть вы сейчас можете что-то порадить этой женщине? Вот она просит, запитаю, как же ей себя контролировать в этом случае? Какие, может, практические порады мы ей дать? Конечно, можем дать. Но, во-первых, обычно вот такой неподвластный стресс и выплеск энергии связан с тем, что женщина забивает проблемы внутрь себя. И она таким образом не высказывает это. Она не решает проблему, она её загоняет внутрь. И по мере накопления вот этой отрицательной энергии, оно начинает выплескиваться наружу. Как относиться мужчинам к этой ситуации и какие для них разумные действия предпринимать? Ну, начнём с того, что мужчинам нравятся сильные, энергичные женщины, которые умеют постоять за себя. И на этапах завоевания женщин их это даже очень сильно привлекает. Но вот в семейной жизни это может мешать, потому что такая женщина сексуально привлекательна для мужчины. Тем более, чем сильнее он. Женщина, которая его бьёт, простите? Нет. Когда вначале женщина умеет настоять на своём, когда она отстаивает свои права, когда она умеет отдать отпор мужчине. Я говорю, в начале отношений, когда он её завоёвывает, его это привлекает. А вот потом в семейной жизни, когда уже мелкие бытовые вопросы, когда нужно научиться взаимодействовать, вот здесь уже такая женщина может быть неконтролируемой. Тем более, вы знаете, много вопросов можно было задать этой паре, а может быть, им нравится, знаете, как в итальянских семьях, в кавычках. Если говорить о двусторонности ситуации, то у нас как раз есть звонок от мужской стороны. Мы записали обращение мужчины. Давайте послушаем. Ну, что проблема? Ну, такая проблема. Жена у меня вообще психичка. Чуть, что не то, то начинает орать на меня, бить посуду. А в последнее время вообще дошло до того, что начала уже ей драться. То есть съехать мне по морде для неё уже стало в порядке вещей. Ну, честное слово, до драки, конечно, не доходило пока, но я уже терплю из последних сил. Ну, вот что мне с ней делать, а? Скажите. Ну, не драться же, не давать же ей в ответ сдачи. Ну, и смотрите, тема хвилюет и человеков. Ну, вполне понятно, потому что на них же это все вливается. Что делать человеку для того, чтобы заспокоить женщину прямо тут, прямо сейчас, всю секунду? И прямо сейчас. Я думаю, что самое важное, и я так понимаю, что раз мужчины задают вопросы и спрашивают, могут ли они применять агрессию против агрессии, это ничего не даст, и это только может разжигать агрессора. Значит, вообще считается, что несколько типов есть агрессивного поведения, конфликтного поведения, трудного. Есть тип, так называемый паровой каток. Но это такие люди, которые решили, любят вообще жить по своим только правилам. Если их кто-то нарушает, у них начинается такое агрессивное поведение. Но эти люди будут контролировать всех и вся, и в данном случае главное не перечить. Вот в момент вспышки нужно держать себя в спокойном состоянии, не спорить, не критиковать, дать этому паровому катку выпустить пар из котла. Но если кто-то выпускает пар, то она же хочет получить какую-то ответственность, а ты молчишь. Может, у вас еще больше молодого злиток? Не молчать, а спокойно показать, что вы ее слушаете. Не провоцировать на усиление. Не провоцировать на усиление агрессии. Ну а потом, все время, когда жертва ведет себя вот так вот, да, дорогой, прости, дорогой. Это не поведение жертвы. Вы спокойны, не агрессивны, и вы не отвечаете. У вас нет этой вербальной перепалки друг на друга. Теряется интерес. Человек выпустил пар, и он успокаивается. Только потом спокойно, уверенно, можно начинать решать данную проблему. Задавать вопрос, а что тебя не устраивает? А может быть, я что-то делаю не так? Давай разберемся. Но выяснять отношения в состоянии эмоционального всплеска – это бесполезно. Паня Галина, скажите, а чи можно как-то на этапе только початку стосунков, как-то объяснить для себя, чи эта людина может быть агрессивной, чи она вот схильна до агрессии, до конфликтов? Ну, потому что на початку же все так хорошо и спокойно. Я думаю, что, конечно, это заинтересно. А как? Ну, нужно прежде всего смотреть, как этот человек ведет себя с другими людьми, как он ведет себя в социуме, как он ведет себя в общественном транспорте, как он решает малейшие столкновения в быту, в магазине, я не знаю, в ресторане, в кафе, при перелете, как он общается с другими людьми. И если по отношению к вам он вежлив, он внимательен, этот человек, или женщина заботлива, ласковая, а в отношении своих близких или в отношении посторонних людей проявляет человек агрессию, значит, рано или поздно это коснется и вас. А вот часто густо при таких конфликтах присутні діти. Что тут робити в таких ситуациях? Что тут делать? Нужно, во-первых, помнить и испугаться за будущее детей, потому что чаще всего вот такой стиль поведения передается, ну, может даже генетически, потому что хромосомный набор агрессора, оказывается, тоже передается. Вот. Кроме того, дети впитывают в момент своего взросления вот эти все реакции поведенческие родителей даже на подсознательном уровне. И я думаю, что у этих людей, которые неконтролируемые вспышки гнева, у них просто в их поведении нет вот того репертуара конструктивного решения проблемы. Паня Голена, так, якщо просто от уже якось підводите підсумки нашої розмови, то давайте, вот так, можливо, коротко пройдемся по основним моментам. Якщо у жінки виникають якісь агрессивні настрої, то їй, в першу чергу, не можна їх замовчувати, не можна все тримати в собі. Тобто, якщо у тебя есть какие-то претензии до человека, то обовязково треба це все проводить. Не научиться комуніцировать, а сразу высказывать. Чоловіку потрібно навчитися також в таких конфліктах поводитися стриману, спокійну і впевнену. Для обеим сторонам, да? Так, наприклад. Ну, знаєте, якщо агресія дійсвітельна безумство, коли вона неконтролюєма, то може бути не просто здержана, може бути даже оцініть степень угрозы. Посмотреть, не знаходяться рядом якісь предметы, які можуть запустить тебе, извините, в голову. Тепер важний пункт – це то, що хочеться обратити внимание, опять же, це було сказано уже, за Галиной, то, що якщо все время ви получаєте агресію, в тому числі обратите внимание на себя. І, будь ласка, у будь-яких конфліктах не потрібно допускати, аби діти були присутні, все це слухали, їх потрібно від цієї інформації відгороджувати. Ми даром дячні. Галина Кот, практикуючий психолог, сьогодні наші студії.